приветствую всех кто решил посмотреть это видео с вами никому неизвестный Николай Булашенко из города Омска решил сделать обзорчик на один из своих аксессуаров на часы Casio часы Casio МТП 1 2 3 4 P с калибром 13.30 калибр этот который не отображает на циферблате ни дату ни день недели то есть чистая философия времени просто вы определяете время по своим часам значит часы имеют прямоугольную форму с пвд покрытием под золото что написано золото нет как на старых российских часах то есть какой-то пвд покрытием ремень скорее всего кожаный на бакле нет никаких надписей то есть логотипа компании нет просто чистый ремешок коричневого цвета циферблат такого серебристого цвета имеет лучевое такое отображение генеширования вот просто такое плавающее такой цвет красивый лучевое от центра лучевое такое отображение появляется значит имеются метки 12 3 6 9 и промежуточные просто метки цвета золота будем так говорить вверху имеется надпись Casio вот ниже water resist то есть это надпись говорит о том что часы по влагозащите три бара ну или 30 метров до просто защищены от брызг не купаться не нырять них нельзя но легкий дождик может быть еще и прокатит вот то есть чисто только защита от брызг в таком плане значит по весу эти часы вес имеют вместе с ремешком 44 грамма по размеру от ушка до ушка 44 миллиметра от заводной нет заводной а переводной головки до другого края 32 миллиметра то есть 32 миллиметра на 44 миллиметра толщина этих часов 8 миллиметров сейчас я вам покажу как смотрятся часы на руке 19 половиной сантиметров ремешок я бы не сказал что длинный но для моей руки 19 сантиметров хватает не всегда нужен допустим чтобы был ремешок длинный торчал как-то не всегда очень это хорошо вот но вот на 19 сантиметров насто достаточно смотрится часы на руке вот так может подальше будем гриста и часы не очень маленькие они небольшие но и не очень маленькие то есть смотрятся они очень хорошо на руке переводная головочка смотрится вот так она нику не крупная но и не мелкая удобное при использовании с обратной стороны крышка так называемая хлопушка изготовлена из нержавеющей стали логотип компании casio написано что сборка произведена в китае механизм японский скорее всего миота скорее всего миота калибр 13 30 может кому-то на стопе кто захочет посмотреть скорее всего увидит наверно будет видно открывается здесь такая небольшая наплывчик такой и крышечка легко вскрывает скорее всего там стоит резиновая прокладочка я не помню это у меня вторые часы вот я те раскрывал менял батарейки вот но я не помню по моему стоит там прокладочка так резиновая менять батареечку лучше конечно сервисном центре потому что вдруг вам нужно еще будет прокладочку это поменять резиновую которая все-таки защищает от пыли и влаги лучше сервисном центре потому что может сразу заодно поменять вот батареечка я не помню номер но если будет хорошая там ставить по моему соньковские батарейки и по моему достаточно года на три не меньше трех лет по моему даже если родная батарейка которая стоит она по моему чуть ли не до четырех лет по моему работает в таком плане стекло стекло у этих часов я думаю что минеральная я не помню там по описанию какое было но по минеральная но чтобы сохранить число и его не поцарапать и мой совет такой лайфхак такой да берете пленку которая клеится на смартфоны там на стекло на телефоны да вырезаете аккуратненько по размеру и наклеить вот на этих часах наклеена пленка не знаю вы не возможно даже и не заметит эту пленку стекло которое стоит на часах она маленько выпуклое чуть выступает и сверху когда пленочка наклеена она защищает его от всяких царапин если даже пленка поцарапается пленку выкинули сняли новую пленочку наклеили аккуратненько вырезали все клеится просто прижали прилепили и она клеится просто кто на телефоны клеил пленки тот знает как это все делается и часы вас будут защищены вот в таком плане сейчас я покажу может быть будет видно эту пленку но скорее всего вы наверное ее не увидите потому что то что вы увидите это все равно это просто стекло выступает если у меня спросите стоит ли покупать такие часы я скажу что стоит часы очень хорошие идут очень точно примерно у них где-то три секунды за месяц они набегают в разницу вперед это очень хорошо по сравнению с механическими которые там по минуте в день могут убегать куда-то непонятно да то кварцевые часы идут очень точно очень точно механизм недорогой эти часы будем быть такого бюджетные да они в районе около пяти тысяч российских рублей стоит на 2021 год вот будем быть релиз когда их начали выпускать эти часы примерно где-то двухтысячный год вот первые часы покупал в 2000 году часы бывают на браслетах на ремешках белого цвета никелированные там всякие комбинированные белые желтым все будет такой цыганский вариант но я вам скажу что желтый вариант очень хорошо смотрится эффектно эффектно смотрится да и даже когда у вас будет потертости со временем там через несколько лет да то будет вид латуни желтый цвет это не сильно будет страшно на на белых часах которые покрыты там хромом или никелем да это будет более сильно видно вот еще хотел сказать что по секундной стрелочки обратите внимание если будет видно внутри там квадратик вот такой для определения секунд вот и в принципе в часах кварцевых около 90 процентов секундная стрелка не совпадает по рискам не совпадает там даже citizen это всякие даже сейки если кварцевые там ренты очень редко когда совпадает секундная стрелка не совпадение происходит потому что плохо отградуирована шкала вот это циферблата неправильно отградуирована вот и все дело может не в часах не механизме а именно просто неправильно сделан в этих часах я вам скажу что сделано все очень четко но обратите внимание как секундная стрелка западает она по рискам не знаю будет вам видно или нет то что я не вижу снимаю все на телефон но я вам скажу что она западает четко четко прям по по рискам то есть все правильно все отградуировано на этих часах так что друзья мои такие часы могу посоветовать такой философии времени еще раз скажу да что просто определять время если вам не нужна там дата день недели не обязательно вот а просто что у вас на руке были такие приятные часы я советую такие часы еще хотел вам сказать друзья мои я всегда так говорю что самые лучшие и самые хорошие часы это те часы которые на вашей руке которые вам приятно смотреть которые вам дороги которые с которыми часами вы чувствуете себя просто комфортно вот так что друзья мои советую и на этом с вами прощаюсь всем пока с вами был никому не известный николай булашенко из города омска всем удачи любите свои часы друзья всем пока бай-бай